Итак, друзья, напоминаю, мы с вами пишем довольно сложный сайт. Сейчас нам далее предстоит написать форму. Далее в этой форме комментарии, ответы на комментарии. То есть вложенный комментарий, как бы получается, и это все в одном представлении. Видео 51, предыдущем, мы, это на ютюбе я говорю, не по урокам, мы уже сделали некоторые приготовления, кто начался это видео, посмотрите предыдущее. Так как это видео на ютюбе, ребята, вы меня уж извините, я скажу. Вот здесь на канале Django 4 пишем сайт с нуля, можно сразу начать смотреть уроки с нуля, но лучше делать уроки, понятно, что получить доступ, и делать уроки с самого нуля. То есть до создания сайта предшествует почти 100 уроков, где мы входим в Django, готовимся и далее уже, как вы видите, пишем сайт. Ранее перед этим мы прошли гид, и теперь мы его используем во благо. Себе, каждодневной работе. Все, поехали. Подготавливать дальше проект. Итак, давайте посмотрим с предыдущего раза. Я сейчас перешел на ветку блог, вы еще не перешли, мы закончили на мастер. На мастер. То есть, обратите внимание, мы удалили здесь дискуссии, их нету, нечего им засорять. Почему? Потому что у нас в проекте мы пока не будем писать. Потом вы сможете, если захотите, как я сказал, написать дискуссии, музыку, все, что хотите. По сути дела, у вас на это практика уже будет. Пока мы пишем одно что-то. Если мы переключаемся на ветку блог, вы, пожалуйста, вас сейчас попросят перед переключением, если вы запушили со мной. Ребят, кто новый, мы это все проходили, поэтому для участников школы вы должны одно понять, что все разбираем по шагам. Вот и все. Переходим на блог. Вам, ребята, школы надо будет сделать комит, иначе не даст. И видим, здесь наши дискуссии появились. Отлично. Вот в ветке блог мы будем тренировать формы. Первым делом давайте создадим приложение. Python Manager Py Startup Forums App. И сразу же оно выделилось, но с гидом мы работали, вы уже знаете. Практика джанга, настройки. И внесем в настройки. В инсталлитар. Отлично. Сразу же идем в патч. Надо это поправить будет. Ну ладно, уже не сейчас. И просто-напросто, чтобы уже экономить время, копируем. Вставляем. Возьмем, здесь напишем. Форум, инклют. Наше приложение Forums App. Включить, да. Теперь идем в наше Forums App. Создаем, вы уже это тоже знаете, мы не раз делали. Создаем файл URL Spy для URL. Идем в дискуссии в URL, чтобы не копируем. Чтобы не выдавало ошибку. Так, здесь оставим вот так. From Forums App. Вьюха. Импорт. Это уберем. И это пока закомментирую. Подготовим для наших представлений. Будем не на классах сейчас писать, а функции расписывать подробно. Это пока убираем. Здесь нам. Возможно, это пригодится вам для того, чтобы не копировать. Поместим сюда. Все, URL Patterns. Сразу же создаем директорию Templates. Сразу же создаем директорию, как я вас учил, чтобы было пространство имен, и мы никогда не пересекались с другими приложениями. По названию нашего приложения. Директорию создаем. Итак, это готово. Ну, в принципе, и все. Так, погнали дальше. Теперь запускаем Jupyter Shell. Мы могли отдельно сделать, но достаточно разместить, я думаю, Jupyter просто в эту папку. Пусть будет под рукой. Это тоже мы уже создавали с вами. Открываем Jupyter. Открываем Forums App. Так, создаем Django Shell Plus. Файл. Переименовать. Форенс. Лерн. Переименование. Файл. Создать контрольную точку сохранения. Смотрим. Оно вот здесь появилось. Отлично. Ну, мы будем работать. Я уже не заморачиваюсь на этих, потому что кто-то с одной средой работает, кто-то с второй. Поэтому я работаю вот то, что работает у всех, да, с браузером. А там вы уже сами как хотите. Чего у нас не хватает абсолютно верно. Кодировки. Идем в наш сеттинг. Смотаем вверх. Берем кодировку. Мы собираемся русскими буквами писать. Добавляем во вьюху точно надо. Добавляем в юрэлс. Добавлено. Моделс. Моделс. Добавляем. Создаем в админку. Ну, будет что-то комментировать, не знаю, но добавьте. Открываем жупитер. Добавляем контрол-энтер. Файл. Сохранение. Контрольная точка. Отлично. Создаем файл forms.py И мы сейчас закомментируем, потом будем писать. Ну, пусть будет так. Ладно. Вот тут нам надо тоже. Мы будем писать точно. Итак, по сути дела, пока все, что надо, еще создадим. Выносим наш план. Нот. Теперь нот наш здесь. Да? То есть переосмысливаем. Создать приложение forms.py. Создали. И далее будем ставить плюсики. Только мы назвали. Форумс.ап. Пусть соответствует. Да, здесь давайте перейдем. Вот высвечивается. Я вас учил ставить инструменты. Если у вас они есть, то... Пайлинт и другие, то, что мы ставили, то оно будет высвечивать. Давайте убирать. Плюс. Тут пусть ругается. Мы поставим так. Получается у нас плюс URL patterns. Так. Поехали дальше. Итак, по сути дела, все для начала работы с форумами у нас готово. Дискуссии убираем. Все готово. Пока. Джупитер можно убрать. И давайте сделаем комит. Мы это уже проходили все, поэтому... Крит. Форумс.ап. Можете... Ну, ничего. Все. Нажимаем Enter. Сохранено. Отправляем. Проверяем. Ну, так, для себя проверьте. Просто, чтобы интересно вам было. Так. Мы можем еще... Вы можете потренироваться. У вас есть клон-проект. Переключитесь. И потренируйтесь. Отправки на сервер. Мы там кое-что не то сделали. Давайте переключимся назад. Гид. Пуш. Оригин. Оригин. Смотрите. Тут этот момент мы, наверное, там не изучали. Но мы же говорили, что в повседневной жизни будем. Мы отправляем гид. Пуш. Оригин. Когда мы просто отправили, вы, я уверен, ветку там не нашли. Абсолютно верно. Просто ее тут пока не может быть. Давайте попробуем сделать так. Мы могли отправить просто git push origin block. То есть нашу ветку. Но это не сделает нашу ветку ослеживаемой. Просто отправиться. Можете попробовать. Давайте мы доставим вот здесь git push флажок оригин блок. И посмотрим. Ветка ослеживает внешнюю ветку блоку оригин. Это внешнюю. По сути дела, возможно, нам это сейчас и не надо. Почему? Потому что внешнюю ветку ничего не добавляется. Вот наша ветка блок теперь появилась. Хотя мы можем использовать, если там нет изменений. В принципе, отправление и так. Git push. Оригин блок. Обратите внимание, мы сейчас переключены на ветку блок. Ну, все у нас. Ничего нового не произошло. Как и прежде я вас учил. Изменения тоже можем все посмотреть. Create a form of block. Вот наша веточка. Сразу после. То есть, все изменения у нас есть. Давайте теперь посмотрим, как устроен наш проект. Вот. Идет наша веточка мастер основная. И вот веточка блок. Теперь, если мы переключимся назад на мастер. То мы видим, что у нас здесь нету не... А как так получилось? Во, ёси твою раз. Ну, тупанул. Я понял, где. Ну, что ж. Переключимся. А, нет. Блок. Переключаемся на мастер. Получаем изменения. Обновлено. Ну, вот и здорово. Что тупанул. Значит, ребят, как давал домашние задания, у вас сейчас два варианта. Либо вручную удалять, либо возвращаться к кмиту, который мы создали. Когда удалили дискуссии. Мы это с вами изучали. И если мы берем history, то все. Вот. Наш кмит. Вспоминайте то, что мы делали git-лок. Вот и... И ищите, да? Вот оно. Ну, мы это с вами недавно проходили. Итак, приводите в порядок, чтобы здесь не было ни дискуссии, ни форум.сап. Ну, что ж, бывает, бывает, бывает такое. Переключаемся на блок. Все, пока.